Добрый вечер! Я очень рада, что снова опять я с вами. И сегодня у нас будет эфир с Ольгой Курносовой. Ольга Курносова — это российский политик, учёный, физик-теоретик, кандидат в наук, журналист, человек, который в оппозиции уже очень много лет и может делиться с нами бесконечно своим опытом. И сегодня у нас с Ольгой будет интересное интервью. Я хотела бы услышать, нормально ли у нас всё со звуком, как вы меня слышите. И я задаю свой первый вопрос Ольге Курносовой. Я надеюсь, что все эти вопросы будут отражать то, что вы бы хотели услышать, поскольку Ольга — это очень интересный собеседник, я знакома с ней лично. И я хочу сказать, что более позитивного, более остроумного человека я не встречала, тем более в оппозиции. И я знаю, что всё, что она сегодня расскажет, будет суперинтересно и супервесело, поскольку мы эту тему обсуждали с ней, так сказать, живьём, и не один раз. И я хочу сказать, что у Ольги очень высокие отзывы о нашем чате, очень высокие отзывы о том, что мы с вами делаем. Итак, у меня первый вопрос к Ольге. Расскажите коротко, Оля, о своей оппозиционной деятельности, с чего она началась и вот какой-то вот такой яркий момент, который вас привёл в оппозицию. Здравствуйте все! Очень приятно опять быть в этом замечательном чате. Очень приятно, что так много людей в Казахстане поддерживают демократические принципы. Это очень важно, потому что все диктаторы очень любят друг друга и стараются друг за друга держаться. И очень важно чувствовать, что есть люди, которые сторонники демократии. Такие люди есть в Казахстане и есть в других республиках бывшего Советского Союза. Очень приятно общаться с вами, общаться с Жанной, когда я пришла в оппозицию. Знаете, мне иногда кажется, что это была почти вся моя жизнь. Мне кажется, что столько просто не живут, потому что Путин у власти у нас достаточно давно, уже 18 лет. И, собственно, в такой жёсткой оппозиции Путину я уже больше 10 лет. За это время было всякое. Были акции, которые мы согласовывали с властями, всякие шествия, митинги. Но были акции достаточно жёсткие, которые мы с властями не согласовывали. Были так называемые сидячие забастовки, например. Я очень хорошо помню, как в 2011 году осенью на конференции «Последняя осень» меня спрашивал Боря Немцов, говорит, «Курносова, объясни мне, как можно сесть с жопой на асфальт?» Говорю, «Боря, да очень просто». Взял, подстелил бумажку и сел. И это был только 2011 год, а потом уже в 2012 году, 6 мая, Боря вот сам тоже устраивал сидячую забастовку. Поэтому вот такой, знаете ли, живой обмен между активистами и лидерами – это такая очень важная история. И очень хорошо, что такая история была у нас в России. И, как мне кажется, у вас в Казахстане тоже всё в этом смысле хорошо. Я слышала выступление Мухтара Аблязова. Мне кажется, он тоже старается так активно общаться с активистами. И вот эта обратная связь, она очень важна. Поэтому оппозиционные политики, они должны отрываться от народа. И тогда они точно победят. Вот исходя из того, что я сейчас услышала по поводу санкционированных и несанкционированных акций. Для нас это очень полезный вопрос. Мы постоянно вокруг него крутимся. И постоянно наши активисты задают этот вопрос. Почему мы не берём разрешение у властей на проведение акций? Ольга, как обстоят дела в России с разрешительными документами на проведение митингов, акций и так далее? Что вы можете рассказать? Я вот в последнее время вижу много мероприятий, которые инициировали в Навальный. Была акция Дурова. Насколько я понимаю, все эти вещи согласованы. В России есть такой порядок проведения массовых мероприятий. Есть 31 статья Конституции Российской Федерации, которая гарантирует гражданам свободу собраний. И есть такой подзаконный акт, собственно, закон о массовых мероприятиях, который рекламентирует проведение массовых мероприятий. К сожалению, последняя Государственная Дума вносила в него ухудшающие правки. И если раньше можно было вести агитацию с момента подачи заявки на массовые мероприятия, то теперь агитацию можно вести лишь с того момента, как мероприятие согласуют. И с согласованием ситуация резко ухудшилась. Если в каком-нибудь 2006 или 2007 году согласовать акцию было, ну, может быть, я не скажу, что просто, но было возможно, то сейчас с каждым годом согласование все хуже и хуже происходит в России. Поэтому нам приходится проводить как согласованные мероприятия, так и несогласованные мероприятия. Понятно, в чем основная разница. Когда мероприятие согласовано, по крайней мере, ты можешь спокойно собрать людей в определенном месте, и вас не начнут разгонять, как только вы туда пришли. С несогласованным мероприятием все гораздо хуже. Самая главная задача, особенно организатора, дойти до точки, куда ты призывал людей, дойти до точки сбора. И эта такая задача подчас бывает непростая, когда мероприятия не согласованы. Иногда приходилось даже не ночевать дома, например, чтобы точно дойти до точки проведения мероприятия. Иногда, вот, например, мне приходилось, у меня моя квартира, и квартира моей мамы находится в одном доме, но в соседних парадных. Одна со двора, другая с улицы. И вот я по чердаку, который предварительно открывала, переходила из одной парадной в другую, из своей квартиры в мамину, туда вызывала такси и уже уезжала из знаменой квартиры, чтобы оторваться от наружки. И такое бывало. Радовала Ольга Курносова своим рассказом про парадное. Я хочу сказать, что у нас недавно был такой случай. У нас есть активист, не буду раскрывать его имя. 23 июня он настолько сильно хотел попасть на митинг ДВК, и мы с ним переписывались упорно практически до ночи. За ним была отслежка. И для того, чтобы попасть на митинг, он пошел ночевать к своему брату. И туда тоже приехала машина, которая следила за ним. И тогда он принял решение со второго этажа спуститься с балкона и участвовать в митинге. Ну, там, к сожалению, все-таки спецслужбы опередили его, и в какой-то момент его все равно поймали, и его идея не была реализована. Тем не менее, упорству этого молодого человека можно позавидовать. Так что у нас есть свой герой. И еще я хочу сказать, что российская оппозиция, у нас есть чему поучиться. Скажите, в каких тепличных условиях российская оппозиция? Они еще и получают разрешительные документы. У нас вообще никогда не существует такая практика. Тем более, получить разрешительные документы для ДВК нереально. Так что мы с вами крутые. И у меня следующий вопрос, Кольки. В связи с тем, что вот у вас так экстремально проходят события, расскажите, как вы преодолели свой первый страх перед тем, как попасть на первое мероприятие, связанное с протестами? Что это было? Ну, так как я вообще в политике с 90-го года, то я даже не знаю, как-то вот этот первый страх, когда он был, может быть, когда-то давно, а может быть, его не было вообще. И у меня были очень хорошие друзья, в том числе диссиденты со стажем. И как-то так сложилось, что мне просто было такое внутри ощущение, что мне просто было, наверное, стыдно испытывать этот страх. Я знаю, что столько людей боролись за свободу моей Родины, что, ну, просто, ну, я не знаю, может, это пафосно звучит, но отступать просто некуда. И почему так сложилось, что этого страха у меня как-то, не знаю даже, сложно сказать, почему так. Ну, вот у меня его, пожалуй, что, вот конкретно этого первого страха не было. Может быть, потому что у нас в обратную сторону закручивались гайки. Все-таки Путин пришел такой и изображал из себя демократа посильнее, чем Назарбаев и вас. И в первые годы его правления такого ужаса и кошмара, как есть сейчас, его не было. Поэтому мы шли в обратном направлении от такой либеральной системы до вот современного состояния России с сильно закрученными гайками. Поэтому я вижу, как преодолевают страх, так сказать, мои товарищи. Я бы даже сказала не то, что преодолевают страх, а как мы становимся более такими закаленными борцами. Потому что когда тебя задерживают, ну, первый раз тебя просто задерживают ни за что. Ну, ты стоишь, например, вообще ничего не делаешь. Или поднимаешь плакат, а у нас одинокичные пикеты не требуют согласования, их за них не должны задерживать. Или задерживают просто, когда ты идешь на акцию. И вот тебя раз задерживают ни за что, два задерживают ни за что, три задерживают ни за что. После этого, после того, как тебя уже несколько раз задержали практически ни за что, ты думаешь, ну, как-то обидно, что тебя задерживают, вот тебя просто так задержали. Уже хочется уже что-то такое сделать, чтобы было за что тебя задерживать. Уже в следующий раз ты начинаешь там выкрикивать что-то, скандировать. Ну, понятно, что это с какой-то стороны, может, в какой-то степени это просто адреналин. Но мне кажется, это больше, потому что, знаете, вот эта совершенно жестокость полиции, когда они тащат людей в автозаки, когда они тащат стариков, тащат женщин, когда вот какая-то такая звериная жестокость иногда у них есть. И они ведут себя, ну, вот правда, не как люди же себя ведут. И, ну, ты начинаешь чувствовать, что, ну, ты борешься за что-то такое правильное и светлое, и борешься просто силами зла. И тогда ты становишься гораздо более жестким, чем ты выходил первый раз. Я помню, когда я первый раз выходила на митинг, ну, да, это было не страшно, но я не была так радикально настроена, как я настроена радикально была через, там, 2, 3, 5 акций. Они сами делают из нас действительно серьезных борцов с режимом, потому что, ну, нельзя так вести себя собственным народом. Они ведут себя с нами как оккупанты, понимаете, как фашисты какие-то, как совершеннейший из зверей. Ну, как к ним можно нормально относиться? Потрясающий рассказ у Ольги, получается, как будто она пришла в оппозицию. И у меня такой вопрос очень простой. Сколько раз тебя задерживают? Такой сложный вопрос, потому что, начиная с какого-то места, какого-то момента, меня начали задерживать на каждой акции. А так как акций у нас было много, то меня задерживали там, ну, я не знаю, там, к примеру, раз в месяц, каждый месяц, иногда два раза в месяц, иногда и чаще бывало, поэтому, ну, наверное, раз кто-то уж это точно было, а может и больше. Если говорить о том, какой, как я первый раз провела в полиции, ну, в отделе полиции больше суток, вот это был такой, знаете ли, такой мини-саммит, что парламенты разных государств собирались в Санкт-Петербурге. И мы решили провести протестную акцию. И, собственно, вышли с растяжками, с лозунгами, с кричалками на площадь напротив Смольного, где, собственно, все и собирались. Ну, и в тот раз нам совсем не дали, ну, совсем не хотели, чтобы мы там стояли, ну, а мы не хотели, чтобы нас не утаскивали в автозаке, поэтому мы сцеплялись друг с другом, как только могли, держались крепко друг за друга. И вот тогда меня впервые, у нас есть разные автозаки, есть такие, ну, просто рейсовые автобусы забрали у компании и туда нас запихивают. Есть такие автозаки, а есть другие, такие здоровущие, наверное, Уралы, такие здоровущие грузовики. Вот первый раз меня запихали в такой автозак, а потом мне, я сидела двое суток в отделе полиции, ко мне подсадили какую-то, простите, наркоманку-лесбиянку, которая пыталась завязать со мной тесные отношения. Но, слава богу, у нее это не получилось. И я вернулась, собственно, уже в суд, где были все остальные ребята, в том числе мой близкий друг, который тоже был со мной задержан. И вот мы с ним наконец встретились после двухсуточной разлуки в полицейском участке. Конечно, несмотря на весь ужас происходящего, иногда в этих автозаках и полицейских участках происходят очень забавные вещи. Ольга рассказала потрясающую историю, мы тут смеемся. Но и у наших активистов есть история, я больше чем уверена. И, возможно, есть смысл об этом рассказывать и даже снимать фильм. И я бы хотела, знаете, Ольга, спросить вас, вот сейчас серьезные вопросы задать. Например, если пойти от самого начала. Вот стоит человек, совершенно новый, неискушенный в борьбе. Стоит и держит в руке плакат. Либо он впервые что-то сделал, выкинул вверх в синюю руку. И с ужасом ждет расправы со стороны полиции. И вот этот человек видит, как к нему несутся там трое, пятеро, даже семеро полицейских, которые неминуемо его сейчас захватят, потащат в автозак и далее в полицейский участок. И будут там совершать свои действия незаконные, неправовые в отношении этого человека. И я бы хотела, чтобы вот этот путь этого человека, как ему себя вести, как реагировать, можно подробно узнать, что бы делал русский оппозиционер, российский оппозиционер в этой ситуации, когда примерно у нас одинаковое законодательство, когда на него налетают вот такие вот люди. И я уверена, этот вопрос интересен всем нашим активистам. Ну, во-первых, не нужно бояться. Потому что то, что делаете вы, то, что делаем мы, мы делаем на благо своей Родины. Мы делаем на благо собственного народа. Нужно быть уверенным, вот каждую свою секунду быть уверенным, что вы совершенно правы. И то, что на вас бежит, это бегут люди, которые подчиняются приказу, которые сами в глубине души тоже прекрасно понимают, что они совершают совершенно незаконные поступки. Поэтому вы должны быть внутренне совершенно спокойны. Вы должны понимать, что максимум, что вам угрожает, это то, что вас сейчас отволокут в автозак, потом отвезут в полицию. И начнется такое, так сказать, муторное оформление протокола, предъявление административного задержания, запугивание, возможно, уголовным преследованием. Но вы должны быть внутренне совершенно уверены, что вы правы, вы, а не они. Соответственно, если, ну, там тоже может быть разная ситуация. Могут вот нестись вот эти черные, там, я не знаю, соколы или кто там, они несутся, собровцы, по-моему, у вас носятся, у нас омоновцы. Могут они нестись, тогда вы просто спокойно стоите, и как только они к вам подбегают, и вас несут, ну, несут и пускай несут. Знаете, 4 марта 2012 года в акции, несогласованные акции после избрания Путина на свой очередной срок президентом, у нас была на Исачевской площади акция, и меня несли, я уже сейчас не помню, то ли 4, то ли 6, может, 8, нет, ну, наверное, не 8, 6 полицейских, а рядом бежал тут полковник и кричал, осторожно, только не уроните, осторожно, только не уроните. Я поняла, что это признание, и у вас жуха такая, то есть они сами прекрасно понимают, что они нарушают закон. И, соответственно, не надо бояться, да, вас задержат, потом начнется оформление, но надо быть совершенно спокойным. Второй, другой вариант, к вам не бегут, а просто подходят полицейские и говорят вам, предъявите ваши документы, или говорят вам, пройдемте в отделение. Я не знаю точно, какое законодательство работает в Казахстане, но я точно знаю в России, то есть если вас просят пройти, а вы не проходите, они могут вам потом вменить неповиновение законному требованию сотрудника правоохранительных органов. Поэтому, если вас один раз попросили пройти, вы можете сказать, будьте добры, представьтесь, пожалуйста, скажите, что я нарушил. Если они ничего не говорят, все равно просят вас пройти, то вы с ними проходите, потому что если у них есть приказ на ваше задержание, вы все равно будете задержаны. Поэтому спокойно проходите, но желательно как-то фиксировать все происходящее. Вот очень важно, чтобы когда вы собрались на акцию, у вас был бы кто-то, ваш друг, например, который будет снимать все ваши действия на телефон. Не обязательно, чтобы он был вашим политическим сторонником, он может быть просто друг, который будет стоять чуть в стороне, но будет снимать все происходящее с вами на телефон. Почему это так важно? Потому что потом будут суды, потом нужно будет иметь доказательства того, что с вами происходило. В конце концов, насколько я знаю, вот и Жанна, и Мухтар Кабулыч достаточно активно распространяют информацию о происходящих событиях. Поэтому обязательно у них должно быть видео того, что с вами происходит. Чем больше видеоматериалов, чем больше информации о том, что вы делаете, тем выше ваша личная безопасность. Был вопрос чуть выше по поводу потребительских кредитов. Ольга, вот у нас в текущей акции 6 июля будут выдвинуты требования о списании всех потребительских и ипотечных кредитов населения. Некоторые считают эту акцию популисткой. И вот я хочу ваше мнение услышать, как российская позиция поднимается, такой вопрос или нет, и как вы сами относитесь к этой теме. Тема очень интересная. Я сама много думала о том, что эту тему надо затрагивать применительно к России, потому что, к сожалению, у нас население, видимо, так же, как и население Казахстана, очень сильно закредитовано. И, собственно, понятно, почему власти поощряют такую политику, потому что удобно управлять тем населением, которое просто находится под таким гнетом сумасшедшим, что не хватает возможности вздохнуть, посмотреть по сторонам и задуматься о том, как они живут. Поэтому мне акция по кредитной амнистии очень нравится. Это совершенно правильная мысль. И молодец ДВК, что ее решила поставить в поиску дня. Это совершенно необходимая вещь, потому что для того, чтобы люди стали свободными внутри, они должны быть освобождены от вот этих всех неимоверных поборов. То, что происходит в России сейчас, это просто ужасающе. Может быть, слышали, там, пенсионный возраст повышают, НДС повышают, налоги на квартиры повышают. Вот все, что, казалось бы, уж нельзя, куда еще-то дальше повышать, все продолжают повышать. И при этом вот эти жуткие кредиты. Причем многие кредиты, по большому счету, давно уже выведены банками за баланс. Ну, по крайней мере, в России так. Но, думаю, в Казахстане тоже похожая ситуация. Их можно было бы легко списать, но это не происходит. Ну, что, мне кажется, если ДВК решила ставить этот вопрос, это просто супер решение, просто гениальное решение. Поддерживаю двумя руками. Хотелось бы узнать о превентивных мерах. Вот у нас в Казахстане превентивно буквально людей до митинга начинают обходить. В настоящий момент это тоже уже происходит. И приносят предупреждения, приносят какие-то повестки, приносят какие-то предостережения от прокуратуры, причем, да, о том, что люди не должны выходить на акции, не должны выходить на наши митинги, и о том, что ДВК является экстремистской организацией, это все запрещено. И когда люди идут на наши митинги, на наши мероприятия, их хватает даже у подъезда, их хватает у бабушек, их хватает за несколько метров до самого места проведения митинга. И вот в этот раз мы решили встроиться в действующий праздник государственный. Это, так сказать, день рождения столицы или рождения Елбасы. И даже эти праздники пытаются отменить, для чего, то есть перенести на другие числа, на другие места и так далее, для того, чтобы мы не могли строиться и не могли участвовать в этом. Вот я хотела узнать, насколько такая практика распространена в России? Вы вообще сталкиваетесь с таким явлением? И какие советы будут для казахстанцев? Что касается предупреждения и предостережения, это очень распространено в России. И, собственно, перед каждой крупной акцией основным, ну, тем, кто есть в списке Центра ЕА, это Центр по противодействию экстремизму, всем им направляется предостережение. И тут у меня тоже есть очень много смешных историй про это, как меня ловили для того, чтобы это предостережение вручить. Ну, уже у меня все были натренированы, прокуратура, полиция, что если они хотят получить от меня подпись, то нужно подъезжать в удобное для меня время, но я эту подпись поставлю. Но я понимаю, что люди подневольные, им дали приказ у меня эту подпись получить. Собственно, ничего такого особенного в этом предостережении не написано. В предостережении оно глупое такое достаточно, по крайней мере, у нас в России. Там просто повторяются все формулировки 58-го федерального закона. Это тот закон, который у нас регулирует собственно порядок проведения митингов. И написано, что закон нельзя нарушать. Ну, это же смешно, да? Да что, нужно по этому поводу подписывать предостережение. Нельзя нарушать закон. Да мы все знаем, что его нельзя нарушать. Вы сами-то начните его соблюдать. А мы-то его давно соблюдаем. Но люди подневольные им сказали, «Вот вам предостережение, пойдите ей вручите». Ну, значит, идут, вручают. Ну и ладно, хотите получить подпись? Пожалуйста, мне не жалко. Я этот закон и так прекрасно без вас знаю и прекрасно знаю, что делать, чтобы его не нарушать. Поэтому в этом смысле надо относиться к этому спокойно, самому прочитать все действующее законодательство Казахстана по поводу организации митингов и быть просто таким уверенным в себе и подкованным. То есть понимать, что и как происходит. И тогда вы будете спокойно на все это реагировать. Расскажу вам еще одну такую забавную историю про праздники. Это, конечно, не про сейчас, потому что сейчас в праздник уже сложно у нас встроиться. Но было такое время, у нас в конце мая в Петербурге празднуется День города. И в свое время там проводили такие замечательные шествия по Невскому проспекту. И было достаточно легко. Просто подаешь заявку, что ты хочешь там пройти в этом шествии театрализованном. И вот это был, наверное, какой-нибудь 2005 год, ну давно уже. Мы с группой единомышленников решили подать такую заявку, и мы сделали композицию «Русская тройка». У меня тогда был такой старенький мерседес, зеленый, с лючком. И вот у нас, значит, один наш знакомый был в этом лючке и стоял, как бы, рулил этим мерседесом. А три человека были запряжены в эту повозку, в мерседес, и в таком белой одежде, и коричневой краской, которая, понятно, что дерьмо изображала из себя, так сказать, были замазаны. И вот тот кричал, значит, «А ну пошли!» И вот это, так сказать, наше такое театрализованное маленькое мини-действие во время этого праздника происходило. Но это было давно, в 2005 году. Мы, конечно, попали на обложку коммерсанта, но с тех пор решили, ну, надо все-таки уже оппозиционерам запретить и вот в этом участвовать, и теперь уже такого в России сделать невозможно. Вот, чтобы так было красиво и злободневно. Я вижу в чате вопрос про численность митингов, и вот на него сразу отвечу. Мой личный рекорд, если это можно так сказать, конечно, это не я лично назвал большой оргкомитет, это 4 февраля 2012 года шествие в Петербурге собрало 30 тысяч человек в мороз минус 30 градусов. Ну, для Петербурга это много. И вот тогда казалось, что перемены вот-вот настанут. Но немножко нам тогда не хватило. Еще тоже, если из таких 10 декабря 2011 года мне удалось согласовать митинг за, ну, практически накануне мероприятия, но тоже власти понимали, что люди все равно выйдут. Согласуют они или не согласуют, люди выйдут все равно. И вот тут, задействуя весь мой ресурс контактов, мне удалось все-таки добиться от городских властей согласования. И 10 тысяч человек на митинг, где я была вообще единственным заявителем, собрала с 10 декабря 2011 года. Но это если про рекорды. Друзья, давайте будем инициировать вопросы к Ольге в связи с тем, что у нас 6 числа митинг. К 6 числа мы снова выходим, мы снова будем подвержены каким-то атакам со стороны силовиков и так далее. У нас сейчас есть возможность задать те вопросы, которые вас активно интересуют, как раз-таки по взаимодействию, в общении с силовиками. У нас уже был один чат с Ольгой, где она рассказывала о том, как вести себя в автозаке. Я бы сейчас хотела попросить Ольгу коротко восстановить вот эту информацию и объяснить людям, как вести себя в автозаке, когда нас задерживают. И вообще, что такое автозак в нашем понимании, для того, чтобы у людей было хоть какое-то, у тех, кто впервые выходит, чтобы было хоть какое-то представление, что их ждет и так далее. Ну, автозак – это как раз то место, где можно немножко отдохнуть и оглядеться, потому что, собственно, вас уже задержали, вас уже, так сказать, посадили в этот автобус. Там на вас никто, ну, обычно, по крайней мере, по крайней мере, в Петербурге, в Москве в этом смысле чуть похуже, там на вас уже никто не напрыгивает. И там, конечно, скучновато сидеть в одиночку, но вряд ли задерживают одного человека, задерживают сразу нескольких. Поэтому, если даже вы будете сидеть в одиночку, вы будете сидеть там недолго в одиночку. И, соответственно, там будут ваши коллеги, ваши соратники, ваши друзья. И, соответственно, вы уже не один, и это не так грустно, если бы вы там сидели одному. Значит, что там нужно делать в первую очередь? В первую очередь нужно переписать всех, те, кто там находится. Желательно, именно поэтому нужно с собой, обязательно, кроме телефона, иметь бумагу и ручку, потому что телефон у вас могут в отделе полиции забрать, а бумага и ручка, она, так сказать, останется у вас. Переписать всех тех, кто вместе с вами в автозаке. Почему это так важно? Потому что потом могут быть суды административные, вам нужны будут свидетели, поэтому вам, другим людям нужны будут свидетели. Поэтому обязательно нужно знать всех тех, кто ехал вместе с вами. Перепишите там имена, телефоны. Потом уже, когда вас выпустят, вы сможете встретиться вместе. Вы сможете контакты прислать в ваш штаб, вы сможете получить юридическую консультацию. Соответственно, вы сможете вместе разработать тактику вашего поведения, вашей защиты в дальнейших судах. Поэтому главное собрать контакты. И не волноваться. Вот почему я говорю, что очень важно прочитать закон. Нужно представлять примерно, в чем вас могут обвинять. Нужно очень хорошо проговорить с теми, с кем вы будете находиться в автозаке. А что вы делали? Соответственно, вы пришли. Зачем вы пришли? У вас должно быть очень четкое понимание, что вы делали. Зачем вы пришли? Чтобы было трудно с вами, как бы вас переубедить и вас обмануть. Сколько нужно народу, чтобы вышло, для того, чтобы власть извинилась? Ну, есть разные расчеты. Мы видели, как проходила смена власти, например, в Армении, или как проходила смена власти в Украине. Сколько должно быть людей? Ну, вы понимаете, что так или иначе, вопрос власти в первую очередь решается в столице. Поэтому ключевой, конечно, точкой является Москва. Но Петербург тоже важен, в частности, потому что сам Путин из Петербурга и свою поддержку в Путине, в Петербурге он очень болезненно воспринимает. Поэтому, когда в Петербурге выходит много людей, это для властей достаточно болезненно. Вот трудно назвать точную цифру. Я думаю, что вот то количество, которое приведет к отставке власти, где-то около полумиллиона человек в Москве. Ну, а дальше, права я или нет, это мы увидим, когда уже такое количество людей увидят. Я не могу отвечать за Мухтара на такие вопросы. Я думаю, что вам он расскажет сам. По поводу вот этих вот митингов. Мне, кстати, само очень интересно. Россия очень давно выходит активно, многочислено выходит на митинги. Почему в России не уходит дальше митингов, так сказать? Дальше шесть и дальше митингов протестное русло не выливается. Я хотела бы этот вопрос задать Ольге. Я думаю, что он интересен многими. Ну, тут сразу целый комплекс причин. Я даже не уверена, что ситуация в России такая же в данном случае, как в Казахстане. Мне кажется, они несколько отличаются. В первую очередь, потому что в Казахстане Назарбаев сидит, извините, уже там сколько, 29 что ли лет. А в России Путин все-таки 18. И в Казахстане вот внутриэлитный раскол на сегодня, он, наверное, будет происходить, чем там с каждым лишним месяцем Назарбаева, я думаю, будет усиливаться этот внутриэлитный раскол. И, соответственно, внутриэлитный раскол в России, современный, тоже нарастает. В чем сложность российская? В России, ну, это же как бы общеизвестный факт, я тут Америку не открою, к сожалению, лидеры постоянно не могут договориться, лидеры протеста. Понятно, что не все лидеры есть лидеры настоящие, и некоторые из них находятся в этих договорниках с Кремлем. Соответственно, про это ходит много слухов. Очень серьезно работает, конечно, и Кремль, и ФСБ внутри самого протеста. И поэтому внутри протеста масса провокаций, масса всяких грязных инсинуаций, масса гадостей, которые рассказывают про людей. Если только посмотреть вообще, Жанна немножко начала говорить про меня, но если просто посмотреть мою биографию и послушать, что некоторые люди про меня говорят, ну, это просто куром на смех. Например, активно пытаются вбрасывать слухи, что я агент ФСБ. Ну и прочую всякую. Или, например, что я сажала своих сторонников. Иногда спрашиваешь, а фамилию конкретную, назовите хотя бы одну. Не две, не пять, не десять. Хотя бы одну. Никто не может. Но это не мешает распространять эти слухи. Поэтому ГБУХа у нас работает очень активно. Я думаю, что в Казахстане ГБУХа тоже не дремлет и тоже занимается провокациями. Так это неудивительно, потому что страна, которую правят ФСБшники, или ГБУХа, или контора, как у нас принято говорить, естественно, именно такими методами ее устраняют. Тем не менее, Ольга, вопрос. Почему все протесты уходят вот именно в Россию, уходят в митинг и дальше не продвигаются? Почему никогда не ставят палатки? Почему не остаются ночевать на площадях? Почему не стоят до упора, как это было на Майдане? Нельзя сказать, что никогда. В 2012 году в свое время началось так называемое движение Акупай. Кстати говоря, о близости России и Казахстана. Может быть, не все знают, но первый Акупай был на чистых прудах у памятника Абаю и назывался он Акупай-Абай. Так что Казахстан, можно сказать, оплодотворял российскую оппозицию. И этот Акупай, он стоял довольно-таки долго, буквально пару летних месяцев. И в Москве стоял Акупай, и в Петербурге стоял Акупай. Но потом вот это, конечно, какие-то внутренние дрязги, они все это дело разрушили. Я совершенно уверена, что эти внутренние дрязги не обошлись без участия конторы. Конторы, кстати, у нас тоже часто это называют. И, конечно, недостаточная последовательность лидеров. Ведь все-таки лидеры тоже должны быть готовы идти до конца. Наличие лидера, который готов идти до конца, и не сдавать людей, которые идут за ним, это очень важный момент. Конечно, желательно, чтобы такой лидер был не один, была некоторая такая сплоченная команда, потому что одного человека можно дискредитировать, напугать, в конце концов убить, извините. С командой это гораздо сложнее. Ну, вот мы сейчас работаем в этом направлении. Когда это получится, не знаю. Хотелось бы, чтобы получилось скорее. Если я правильно поняла, да, то вся проблема России в том, что они до сих пор не согласованы. У них много лидеров, много команд, много несогласованности. Ну и, кроме того, очень активно мешаются силы безопасности страны. У нас немножко другая ситуация. У нас очевидных лидеров нет, кроме ДВК. И каких бы лидеров не декларировали, там, закулисные, провластные и так далее, силы, это все равно не работает. Я бы хотела спросить у вас, Ольгу, вот о чем. У нас молодое движение, у нас молодые активисты, соответственно, молодые лидеры. Где-то в регионах, на местах у нас появляются ребята, которые готовы брать на себя ответственность и что-то делать. Что бы вы порекомендовали лидерам, людям, которые сегодня формируют свои маленькие ячейки и сегодня учатся выводить других на площади, сегодня учатся инициировать какие-то действия протестного характера, преодолевать страх, преодолевать преследование и так далее. Вот что таким людям вы бы посоветовали из важных прикладных вещей, которые пригодятся им завтра на улице? Ну, во-первых, тут важно учиться слышать тех людей, которых ты зовешь вместе с собой. Потому что вот это создание там ячейки, группы, как угодно можно это назвать, это очень важная составляющая. В свое время, когда я руководила Объединенным гражданским фронтом в Петербурге, мы собирались каждую неделю. Да, это было очень тяжело, каждую неделю собираться, общаться с людьми, но это создало вот эту, ну, можно сказать так, ячейку. И в тот момент, когда начался общественный подъем в 2011-2012 году, во многом именно эти люди, именно люди из ячейки, стали теми активистами, вокруг которых все варилось. Поэтому вот это, знаете, когда закипает вода, да, то пузырики собираются. И вот процесс кипения, это и есть процесс образования этих пузырьков, вот этого газа внутри жидкости, фазовый переход. Вот ячейка, это и есть образование такого маленького кусочка уже новой страны, маленького кусочка демократии. Поэтому из прикладных советов, это, ну, вот многие организации подтверждают это, что лучше собираться раз в неделю. И что делать на этих сборах? Обсуждать будущие акции, обсуждать лозунги будущих акций, смотреть, кто у вас лучший оратор, кто может выступать, обсуждать, как вы будете вести агитацию среди других людей, расклеивать листовки, расклеивать стикеры, может быть, какой-нибудь там распечатывать какие-то листовки на принтере, беседовать с людьми в кафе, там, в такси, в чайханах, да. Надо продумывать все вместе, как вы будете вести эту агитацию. Спасибо, Ольга, за этот ответ. Я думаю, что он очень полезен. Вот у меня теперь, соответственно, вытекает следующий вопрос. Ближайшая акция, которую мы проводим 6-го числа, 6-го июля, она связана с днем рождения нашего президента, нескончаемого. И вполне возможно, что это последний его день рождения в должности президента, потому что вокруг него активно происходят всякие транзитные, так сказать, трения и так далее. Люди, которые пытаются захватить власть около него, так называемые кланы, они усиленно создают какие-то конфликтные ситуации, но одним словом, в Бибарке. Еще неизвестно, чем закончится этот год для него. И у меня такой вопрос. Вот у нас пойдут ребята на мидинг. Мы будем встраиваться в текущий праздник. Но все равно должен найтись тот человек, который сможет и который захочет взять на себя ответственность и стать первым, стать тем, кто начнет. Вот Мухтар Аблязов говорит, что кто-то должен начать. Как стать человеком, который начнет? Как стать первым? Как стать тем, кто крикнет, выйдет и крикнет Алла ДВК или Алла Хазахстана и скажет, выкрикнет одно из наших требований, например, за кредитную амнистию. Кто за кредитную амнистию, поднимите вверх синий руку. Как стать тем человеком, который сделает это на площади, тогда, когда вокруг все остальные будут воняться? Ну, каждый из вас наверняка на кого-то смотрит и для каждого из вас кто-то в вашей жизни был примером чего-то. Вот я могу, например, сказать про себя, что подвигло меня вообще прийти в политику. Это был 89-й год. Я увидела Андрея Дмитриевича Сахарова, который стоял на трибуне съезда народных депутатов СССР, и я увидела, как его застукивают, закрикивают, зашикивают, не дают ему говорить. И во мне возникло такое чувство, ну, просто невыносимой боли, что я не могла больше молчать. Я поняла, что я должна тоже идти в политику, потому что он такой сгорбленный, такой на вид слабенький. А что же, мы никого нет, кто бы вышел тоже, да? Вот именно после этого я пришла в политику. И вот у вас должно возникнуть это внутреннее чувство, да, что на самом деле будущее, вот это же не пафосные слова, это правда, что будущее страны решается здесь и сейчас. И если не я это сделаю, то кто же это сделает? И вот тот, кто первый в себе это чувство, у кого это чувство появится, тот и будет лидером. И когда таких лидеров станет там десять, сто, тысяча, и все изменится. И вот сейчас, знаете, такое замечательное время, когда у вас эти лидеры возникают. На самом деле это очень, это сказочно прекрасное время, потому что это время, когда зарождается что-то новое. Это время рождения жизни, и мы присутствуем в это сказочно прекрасное время. время зарождения новой жизни, а вы это новая жизнь. И я вас совершенно верю, что вы можете все это сделать. Я так понимаю, что Ольга не один раз ответила на этот вопрос, и я его развернула, и мы получили ответ. то есть сколько можно на него отвечать, не понимаю. И я хочу ответить сразу на вопрос человека, который спрашивал о IP-адресах и так далее. Это, знаете, называется «донести на себя». Если вы на себя пойдете и донесете, то у власти, возможно, получится всех поставить на крючок, на счетчик и так далее. Если не пойдете, не донесете, то ни у кого нет такой возможности технической. Дело в том, что у нас очень бедно оснащение и так далее и тому подобное. И когда власти инициируют подобные вещи, я сейчас не приведу пример, но я недавно об этом писала. Технологически это невозможно. Поэтому они начинают устрашать нас через такие вещи, как IP-адреса и так далее. Это все глупости. И поставить, знаете ли, там 10 миллионов человек на какие-то там прослушки и так далее. Это все невозможно. Все это делают для того, чтобы люди боялись пользоваться мессенджерами, боялись общаться, боялись делиться информацией, боялись там быть активными, объединяться. Самое главное это делать для того, чтобы люди не объединялись. И я считаю, что эта информация абсолютно глупая. Попытка власти — это глупая. Она пугает людей таким образом. Кому нужно, разберется в любом случае. Я бы хотела Ольгу спросить о таких вещах. Происходит ли такое в России? И поскольку у нас бесконечно проходят эти информационные потоки в обществе России, начиная от пакета Яровой, заканчивая тем самым, о чем сейчас спрашивает наш участник, я думаю, что есть что сказать. Да, да, да. Потому что именно 1 июля, то есть буквально несколько дней назад, вступил в силу пакет Яровой. И, собственно, сегодня все сотовые операторы России должны полностью фиксировать все переговоры своих абонентов. И мы это обсуждали недавно, соответственно, пару дней назад с квалифицированными специалистами, которые мне однозначно сказали, что записать-то все это можно, но нет такого количества людей, нет такого количества денег, чтобы все это прослушать. Потому что чисто технологически перевешать это все на компьютер, например, невозможно. Потому что человек может на то у человека и мозг, чтобы разговаривать иногда эвфемизмами, не впрямую, а какими-то другими словами. Поэтому, когда вот это все рассказывают, что там мы все у вас запишем, мы все у вас проверим, это чисто акция устрашения. На самом деле в полном объеме это делать невозможно. Конечно, за какими-то такими наиболее, теми людьми, которых они считают опасными, они следят, да, они следят за ними и в России, и в Казахстане, но это, что называется, может быть там 20 человек, может быть 30, но никак не вся страна. Это просто невозможно технически. Да-да-да, потому что именно 1 июля, то есть буквально несколько дней назад, вступил в силу пакет Яровой. И, собственно, сегодня все сотовые операторы России должны полностью фиксировать все переговоры своих абонентов. И мы это обсуждали недавно, соответственно, пару дней назад, с квалифицированными специалистами, которые мне однозначно сказали, что записать-то все это можно, но нет такого количества людей, нет такого количества денег, чтобы все это прослушать. Потому что чисто технологически перевешать это все на компьютер, например, невозможно. Так что человек может, на то у человека и мозг, чтобы разговаривать иногда эвфемизмами, не впрямую, а какими-то другими словами. Поэтому, когда вот это все рассказывают, что там мы все у вас запишем, мы все у вас проверим, это чисто акция устрашения. На самом деле, в полном объеме это делать невозможно. Конечно, за какими-то такими наиболее, теми людьми, которых они считают опасными, они следят, да, они следят за ними и в России, и в Казахстане, но это, что называется, может быть там 20 человек, может быть 30, но никак не вся страна. Это просто невозможно технически. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok 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 В был в том, что власти все время создают такие вещи самостоятельно, то есть они сами по себе не появляются, это результат вот этих вот схематиков, людей, которые чертят схемы наверху ради обогащения. Вот в какой-то момент, когда конкуренция стала высокая, у нас принято все монополизировать, вы знаете, что все абсолютно принадлежит семье Назарбаевых, и когда начался строительный бум, и на рынке появилось очень много игроков и так далее, решили очень простый вопрос. Прокуратура начала повальные проверки разрешительных документов. Люди у нас такие, скажем так, раздолбают, мало кто может похвастаться нормальными документами, что не все в порядке. Как правило, все это делается на договорных основах, потому что страна коррумпирована, в зимкомах и так далее, все это оформлялось как попало. Таким образом, очень многие строительные организации попали под прессинг прокуратуры, очень у многих были заморожены счета, остановлены проекты. Но все дело в том, что в эти объекты поступали средства, поступали инвестиции, поступали средства дольщиков в том числе, и вопрос решался очень просто. Людей арестовывали, причем государство создавало им эти проблемы, арестовывали владельцев этих домов, многоэтажек, элиток и так далее, потому что у них были проблемы. Сначала были проблемы с разрешительными документами, потом у них начинались проблемы с дольщиками. А это уже другая тема. И вот эти проблемы с дольщиками всех подряд приводили на скамью подсудимых. И тему эту обострили, поставили якобы на контроль президенту, соответственно, людям давали огромные сроки от 10 до 12 лет. Тысячи людей в 6, 7, 8, 9, 10 году заезжали, заезжали в тюрьмы тысячи порядочных предпринимателей, бизнесменов, у которых и умысла не было кого-то обмануть, кинуть и так далее. Они заезжали в эти тюрьмы, потому что им замораживались стройки. Государство в этот момент отрабатывало схему другую. Они забирали мало того, что они конфисковывали полностью имущество этих строительных организаций, они уже разрабатывали поток новых денег для того, чтобы якобы страна компенсировала дольщикам их убытки. Помните такие моменты, когда Есимов стоял, красовался и так далее, о том, что за счет государства будут возмещены потери дольщиков. На самом деле деньги были опять же из бюджета выделены, но до дольщиков они так и не дошли. И в результате пострадали просто люди. И дольщики остались без ничего, и бизнесмены остались без ничего. Все имущество ушло в Назарбангские банки, было распилено, поделено, достроено и так далее. Все обогатились, кроме простых людей. Какой это бизнес? И здесь очень правильно люди отмечают, что мы не поддерживаем дольщиков, поэтому у них такие проблемы. Да, страна докатилась до безумия. В нашей стране судят людей за то, что они объявили голодовку. И это не прецедент. Дольщики не прецедент. Несколько лет назад бабушка, пенсионерка, я вот не помню прочего, чего она протестовала, но она объявила голодовку у себя дома, в своей квартире. И ее оштрафовали, и запретил Акима, ей запретил проводить эту голодовку. Такие случаи у нас есть. Вот эти перегибы говорят о том, что мы живем в тоталитарном государстве. Именно это и характеризует нашу страну. Вместо того, чтобы решить вопрос людей, вместо того, чтобы довести его до логичного, справедливого конца, государство наказывает тех, кто пострадал. И теперь мы смотрим, вот в этот раз, у нас буквально неделю назад прошла информация во всех СМИ о том, что гуманизировали законодательство в отношении коррупционеров. То есть если человек возместил весь ущерб, он может содержаться не там, где вот в строгом режиме, или там в общем режиме, он может содержаться в облегченном режиме в колонии-поселении. Вот такое у нас государство. То есть коррупция, она поощряется. Если ты успешный коррупционер, ты в принципе можешь и долги все вернуть из государства, там и штрафы и так далее, еще и освободиться. Вот так все устроено. Но дольщиков, да, будут наказывать. И поэтому наш долг, и наша, так сказать, выгода в том, чтобы поддерживать друг друга, поддерживать дольщиков, поддерживать шахтеров, поддерживать врачей, поддерживать тех, кто протестует. Любой очаг гражданской активности надо поддерживать. И у меня очередной вопрос к Ольге. Я бы хотела узнать. Вот как сейчас вы оцениваете ситуацию протестную в России? Какие-то есть у вас прогнозы? Прогнозы вообще дело неблагодарное. Особенно прогнозы в России, дело неблагодарное в Кубе. И буквально вчера мне звонил, ну, просто чтобы вы понимали, я, несмотря на то, что живу в Киеве, разговариваю с Россией, там, наверное, по 8 часов каждый день. Поэтому настроение знаю достаточно хорошо. Сейчас из самых болезненных тем – это поднятие пенсионного возраста. Однако, так как в связи с Чемпионатом мира по футболу сейчас акции запрещены во всех тех городах, где он проводился, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге, запрещены все акции. Если у нас раньше можно было выходить на одиночные пикеты без согласования с властями, то сейчас одиночные пикеты тоже запрещены. Поэтому вот протест, который прошел 1 июля против повышения пенсионного возраста, он не проходил ни в Москве, ни в Петербурге. Но есть некоторые города, где, опять-таки, для них вышло приличное количество народу. Например, в Омске, это Урал, и, по-моему, Омск не очень далеко от Казахстана, если я правильно помню, там вышло порядка 4 тысяч человек. Это очень даже прилично для Омска. Я думаю, что ситуация с пенсионным возрастом, она будет только усиливаться, потому что если кто-то даже сейчас не понимает, насколько она серьезная и опасная, даже не столько для самих тех людей, которые не смогут выйти на пенсию. Проблема не в том, что люди в 50 или там 45 лет или 55 лет не хотят работать. Проблема в том, что реально для работы, если ты не учительница там или не в бюджетной сфере работаешь, в России для женщин старше 40 лет очень тяжело найти, а для мужчин старше 50. И вот представьте, молодая семья, а только что родился ребенок, там жена не работает с ребенком, и тут вдруг оказывается, что надо еще родителей кормить. Но нелегкая ситуация, поэтому реально, когда люди поймут, чем это грозит, я думаю, что акции будут только усиливаться. Но к тому же в России тоже транзит не за горами, а у диктатур транзит – это самое неспокойное время. Тут был вопрос про связь с Навальным. Я лично с Навальным не общаюсь, но я общаюсь с людьми, которые общаются с Навальным. И, собственно, то, что я вам говорила, про разъединенность российского протеста относится, может быть, в первую очередь к Навальному. И во многом политическое будущее лично Навального зависит от того, насколько он сможет преодолеть эту свою замкнутость внутри своей тусовки фонда борьбы с коррупцией и сможет действительно организовать такую открытую площадку, куда смогут прийти другие оппозиционеры. Потому что буквально вчера я разговаривала с ребятами, которые просто в ужасе от ситуации с выборами мэра Москвы. Ну, вы понимаете, Москва столица, поэтому, собственно, кому-то казалось, что выборы мэра Москвы могут быть какой-то движухой. В результате Собянин, нынешний мэр, сделал все для того, чтобы не зарегистрировать вообще ни одного, сколько-нибудь живого оппозиционера. Там только, ну, я даже не знаю, как сказать, совершенно те кандидаты, которых регистрируют на этих выборах, ну, настолько вообще не кандидаты, а там, я не знаю, куклы, марионетки, как угодно их назовите. Поэтому это будет просто не выбор, а фарс. Но у нас и другие-то выборы бывают фарсом. Но эти будут фарс в Кубе. Поэтому люди в совершеннейшем шоке. Ну, а сможет ли при этом Навальный задействовать вот эту шокированную публику, или опять останется в изоляции, от этого зависит его личное политическое будущее. Потому что кто первым сделает эту открытую площадку, куда смогут прийти все вменяемые оппозиционеры, тот и будет на коне. Ну, вот у вас-то все понятно, у вас ДВК эту площадку делает. А у нас в этом смысле пока мы от вас отстаем. С чувствуете, как круто все в этой самой российской оппозиции? У них есть выборы мэра. Но даже если у них там никого не регистрируют, у них существует выборная система в мэры. Я представляю, если бы у нас устроили выборы в этот, как его, Акима Алматы или Акима Астаны, это было бы здорово, мы бы, может быть, тоже чего-то бы там да и делали. Но у нас, в принципе, нет такой возможности отсюда такая низкая политическая активность у граждан. Всех и вся назначает президент. И вот у нас, на самом деле, я считаю, по сравнению с Россией, наша система абсолютно тоталитарна. И у нас лазеек совершенно никаких нет. Поэтому все, что делают активисты чата ДВК, сторонники ДВК, когда выходят, это небо и земля по сравнению с тем, что делает российская оппозиция, которая, собственно, может себе позволить находиться внутри страны, может себе позволить бороться там за выборы мэра и так далее и тому подобное. Все равно такая площадка есть, возможность есть, и с нами сравнить невозможно. Я бы хотела понять, вот насколько вы вот оцениваете шансы нашего движения, ну опять же из области прогнозов, возможно, но со стороны, как это выглядит, учитывая, что со всех сторон не просто завинчаны гайки, они даже не открывались. Вы знаете, мне кажется, что в этом есть некий плюс. Я уже говорила, что, по большому счету, мне кажется, ДВК – это вот та единственная открытая площадка в Казахстане, которая объединяет в себе всех тех людей, которые настроены на новое светлое демократическое будущее. И это очень открытая площадка, потому что любой может вступить в чат, любой может создавать ячейку, любой может стать вот тем новым лидером, в котором так нужна эта страна. И вот эта открытость вот этой площадки, возможность каждому сюда прийти, оно и дает то будущее, которое появляется. Почему я считаю, что перспективы есть, и перспективы очень хорошие, на мой взгляд. Потому что, ну, во-первых, извините, Назарбаев тупо старше Путина. Насколько там, на 10 лет, что ли? И, ну, сколько, ну, не бессмертный же он, в конце концов, это раз. И я думаю, что вот тут Жанна в начале эфира говорила, что, может быть, это его последний день рождения на посту президента вполне, с ней соглашусь. Я думаю, что это очень даже вероятно. А режимы такого типа, как в Казахстане, и как в России, они неустойчивы как раз при смене власти. Почему Путин так сидит на своей заднице? Медведев там посидел 4 года, ему снова пинок под зад, отдай стул под меня. Потому что не понимает, как передать власть вот вместе со всеми атрибутами. Поэтому вот эта неустойчивость казахстанской власти, она нарастает. И хоть кажется, что все совсем плохо, но тьма самая, больше всего сгущается перед рассветом. Поэтому как раз мне кажется, что рассвет-то он вот близок. А то, что у вас в чем-то хуже, чем в России, так по большому счету это лучше. Потому что тот котел, где все законопачено, он скорее взорвется, чем тот, где есть свисточек. Потому что в России весь пар уходит свисток. Я не вижу вопросов особо, да, но там был бывший вопрос о протоколе в полиции. И я думаю, что Ольге есть что нам рассказать, поскольку она в этом деле специалист, ее более 100 раз задерживали. И она видела много разных протоколов, оформляла их, участвовала в сопротивлении и так далее. И я бы хотела вас попросить прокомментировать, как правильно относиться к тем документам, которые предъявляют в полиции. Что должны делать наши сторонники, когда на них давят со всех сторон. Полицейские кричат и так далее, пытаются посунуть им какие-то бумажки, в которых люди особо не разбираются. Первое и самое главное, нужно внимательно читать все бумажки. Почему я говорю, что важно не полениться перед тем, как вы пойдете на акцию, и прочитать действующие статьи административного кодекса про массовые мероприятия, чтобы вы немножко ориентировались в том, что вам могут вменить. Соответственно, внимательно читайте и везде вставляйте свои замечания. Там в конце протокола есть специальное место, куда вы можете вставить свои замечательные, и есть место, где вы можете изложить, что на самом деле происходило. Поэтому, когда вы будете ехать в автозаке, вы вместе со всеми сформулируете встроенную концепцию того, что вы будете потом писать в протоколах. Предположим, что вы пришли на праздник, в зависимости от того, что вы делали, не надо всегда отрицать, если именно это происходило. Но важно не давать полицейским искажать реальные факты. То есть, предположим, вы стояли, а вы там смотрели концерт. Если кто-то поднял плакат, ну, кто-то поднял плакат, вы там внимательно прочитали. Например, кто-то поднял плакат за кредитную амнистию, а у вас у самого кредит, вам понравился, так сказать, плакат. Или вы вместе скандировали, там, даешь кредитную амнистию, но вы считаете, что это совершенно правильно, и потом, почему же нельзя на концерте поскандировать правильные лозунги. Соответственно, и вы дополняете протокол и исправляете все те неправильные вещи, которые вам записывают. Они всегда любят что-нибудь там написать. Вот, например, я вам уже рассказывала про ту акцию, где мне четверо полицейских внесли на руках. Мне, например, в тот протокол написали, что я скандировала Путина на кол. Но я же этого не скандировала, поэтому, естественно, я в этой формулировке не написала. Я написала, что я скандировала Россия будет свободной, потому что я пацифист, я считаю, что не надо Путина на кол сажать, надо его просто посадить в тюрьму и уволить к чертям собачьим. Давайте я еще отвечу на те вопросы, которые связаны с увольнением, с отношениями, связанными с работой и так далее. Во-первых, давайте вернемся снова к формуле публичности. Это очень важная формула. Я думаю, что Ольга подтвердит, что единственной защитой остается на сегодняшний день в нашем государстве, где не работают законы, единственной защитой остается общественность. Как можно привлечь внимание общества? Только одним способом. Снять все на видео, снять абсолютно все и отправить его в общий доступ. Так, чтобы все вокруг могли увидеть и удостовериться, что в отношении вас нарушаются права. Так, чтобы мы могли донести это до правозащитных организаций. И я еще раз повторяю, как только мы придем к формуле массового сопротивления через видеообращение, с нами прекратят обходиться плохо, с нами начнут обходиться исключительно в рамках закона. И тогда начнется обратная фаза. Не они будут на нас наступать, а мы массировано будем наступать на эту безумную власть, когда у нас в руках будет огромный инструмент. Мы их же законами, их же подзаконными актами, правовыми документами будем их давить. Потому что на сегодняшний день только наши власти нарушают закон. Все международные акты, они стоят выше наших государственных законов, которые принимает государство Казахстан. Если мы подписали международную конвенцию о пытках, если мы подписали международную конвенцию о свободе митингов, собрания и так далее, мы обязаны ее соблюдать. И эта конвенция выше того закона, который подписал Мазарбаев и его ручные депутаты. Я прошу вас помнить об этом постоянно. И я прошу вас обращаться к тому единственному инструменту, который у нас есть. Это публичная защита, обращение к обществу. Бесполезно апеллировать властям. Нужно апеллировать только к обществу. Для этого вы должны пользоваться видеообращениями, аудиообращениями, любыми публичными формами обращений, которые могут вовлечь в вашу проблему общественность. И я думаю, вот Ольга тоже может меня поддержать в этом вопросе и рассказать, как решают такие вопросы активисты в России. Ну, я совершенно уверена, что публичность – это единственная защита, которая у нас есть. У нас никакой другой защиты нет и быть не может. Ведь обратите внимание, почему более медийных людей задерживают, например, мягче, чем менее медийных. Ведь никто же не видел какие-нибудь кадры, как бьют по голове того же самого Каспарова. Почему? Потому что на него нацелены видеокамеры, фотоаппараты многих журналистов. Но мы можем стать сами вот такими журналистами, и мы сами можем стать такими медийными персонами. Каждый из нас, который просто попросит своего товарища сфотографировать, прийти с телефона и просто снимает все то, что вы происходите. Потом отправить Жанне, отправить Мухтар Кабулычу. Все это максимально растиражировать. И это будет самой большой защитой. Потому что в таких режимах, как сегодняшний Казахстан и сегодняшняя Россия, единственная защита – это медийность. В том числе медийность на Западе. В том числе, чтобы про вас видели западные зрители. Вот Жанна сказала про те конвенции, которые подписал Казахстан. Знаете, у меня даже был случай, когда меня в российском суде оправдали со ссылкой на постановление ЕСПЧ. Совершенно удивительная история. Я сама совершенно обалдела, когда судья вынесла такое решение. Потому что она написала в своем постановлении, что, соответственно, есть международные договоры, которые подписала Россия. Она должна их выполнять. А там написано, что даже несогласованная акция, это была несогласованная акция, может разгоняться только тогда, когда люди угрожают безопасности других граждан. То есть должно быть соответствие того, что люди делают, и тех мер, которые к ним применяются. А то, что я видела про митинги в Казахстане, это совершеннейшее несоответствие. Поэтому это не соответствует никаким международным нормам. И, соответственно, действующая казахстанская власть, она просто узурпаторая. Они плюют на международные договора. Очень важно, чтобы международная общественность это знала. Знаете, как-то раз я общалась с людьми из государственных органов российских, и у меня все время кто-то что-то хотел купить. И все время спрашивали, а что тебе нужно-то? Вот там денег сколько нужно, еще что-то. А я про будущее страны. И говорю, слушайте, вам не кажется, что это ненормально? Что я человек, который сидит по автозакам и по тюрьмам, а вам говорю про будущее страны, а вы мне говорите про деньги? Должно же быть все прямо наоборот? Это я к чему? Это я к тому, что люди, которые думают о будущем своей страны, они, собственно, это будущее создают. И я очень благодарна, что я могу в этом чате пообщаться с вами, потому что вы люди, которые думают о будущем своей страны. Именно поэтому вы это будущее обязательно построите. Я вас верю. Алга Казахстан. И я очень рада, что у меня была возможность с вами пообщаться. Спасибо. Спасибо, Жанна. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Александр, я бы хотела сказать, что нам не стоит брать пример, даже с таких известных блогеров, которые неудачно в отношении себя поступили. Я думаю, что не стоит с этого брать пример. Вот у нас есть, например, собственные звезды, которые точно так же попадали под аресты и так далее. И у них отбирали телефон. Вот у нас, например, у меня появился новый френд в Фейсбуке, Мирей Адай, кажется, ее зовут. И она рассказала свою историю о том, как ее полиция заставляла рассекретить пин-код на своем телефоне. И она сопротивлялась этому. Дело в том, что сопротивление – это очень важный фактор. До тех пор, пока мы не сопротивляемся, будет происходить именно это, то, что с нашей страной происходит уже 29 лет. Я не думаю, что мы настолько беспомощный народ, что у нас нет сил сопротивляться, когда у нас отбирают наше личное имущество. Я не думаю, что мы до той степени беспомощный народ, чтобы не сопротивляться, когда нарушают наше личное пространство и суют свой нос в наши личные дела. Я думаю, что каждый из нас способен сопротивляться этим вещам. Тем более, что мы сегодня имеем дело с людьми, которые уже себя преодолели. Я бы хотела сказать, что ко мне приходит очень много ваших сообщений от людей, которые уже не раз были в полиции, уже не раз были привлечены и на них возбуждены дела административного, уголовного даже характера. Тем не менее они сопротивляются, и они сопротивляются с душой, со всем сердцем. Они не хотят сдаваться и пишут всё время об этом. Со мной приехали, меня вызывают, но я всё равно выйду на митинг, я всё равно сделаю это, я всё равно сделаю то, и правда они это делают. И я бы хотела сказать, что раз у нас уже есть такие люди, то уже можно оспорить теорию о том, что Казахстан ждут стихийные бунты, что нас ждут кровавые бунты, ничего подобного. В каждом регионе уже есть люди, которых вырастили здесь в этом чате в ДВК, которые смогут противостоять стихии народа, которые смогут вовремя на улицах людям объяснить, что насилие невозможно, нельзя допускать, что нельзя с помощью насилия что-то решать, что у нас есть согласованная, продуманная, обоснованная программа, и что согласно этой программе мы можем развивать Казахстан, добиться успеха. И я думаю, что если даже такое произойдёт, чем пугают, допустим, Дувана, другие блогеры и так далее, то у нас уже есть хоть и маленькое количество активистов, которые способны в своих городах, в своих регионах на эти процессы повлиять. И их будет с каждым днём всё больше и больше. Я бы хотела с вами попрощаться. Я думаю, что если будут у нас ещё вопросы, мы сможем ответить в других эфирах на эти вопросы. Большое вам спасибо и я желаю всем удачи. Пишите, если какие-то есть проблемы, вопросы, пишите мне в личности. Спасибо. 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 Спасибо.